Что ж, мы начнем с того места, на котором остановились. На этот раз я не буду давать вам выкладку прошлой главы, как мы это делали все предыдущие разы, потому что я рассчитываю, что вы уже научились это делать самостоятельно, или по крайней мере способны повторить этот прием. Поэтому я лишь напоминаю вам, мы остановились на той главе второй книги, и речь идет о разговоре Сократа с Критабулом о выборе друзей. Собственно, вы могли заметить, что разговор ушел от выбора друзей в политическую тему, и на этом, пожалуй, я лучше остановлюсь. Ты думал, сказал Сократ, что можно быть дурным человеком и приобрести хороших друзей? Да, я видал, отвечал Критабул, что и ораторы плохие бывают в дружбе с хорошими народными витиями, и люди, совершенно не способные командовать войском, бывают приятелями хороших полководцев. Заметьте, что в 14 Критабул говорит Сократу, что хороший человек – это человек, который хорош на словах и на деле. Сократ суммирует его ответ, говоря просто, ну, не хороший человек, да, Сократ говорит просто, дурной человек. Иными словами, плохой человек – это человек, который плох на словах и на деле. Я напоминаю вам, что тут есть третье деление, о котором мы знаем, о котором знает Сократ и ксенофон, но о котором он для Критабула скрывает. То есть, сам факт того, что Сократ суммирует для Критабула дурного человека в человека дурного словами и делом, означает, что Критабул принадлежит к определенному кругу лиц, которым не надо знать больше. А знаешь ли ты таких, а об этом у нас не идет речь, которые сами никому пользы не приносят, а дружил полезных людей и умеют приобретать? Да, смотрите, затем Критабул отвечает, да, я видел, что бывают плохие ораторы, но зато они в дружбе с хорошими. То есть, существуют не просто хорошие люди, существуют люди хорошие в некоторых аспектах. То есть, плохие ораторы, зато хорошие друзья, например. Или плохие плотники, зато хорошие друзья. То есть, полноценная картина человека как бы не создается. Я напоминаю вам, что нет еще никакого понятия личности, потому что это христианское понятие. Поэтому мы говорим скорее о каких-то функциях, которые человек может выполнять. Соответственно, какие-то функции вы можете выполнять хорошо, а какие-то функции вы можете выполнять плохо. Еще раз, пожалуйста. А знаешь ли ты таких, об этом у нас и идет речь, которая сами никому пользы не приносит, а дружил полезных людей и умеет приобретать? Сократ намекает Критабулу, что речь не идет о дружбе между плохими и хорошими. Речь идет о дружбе только между хорошими людьми. Конечно нет. Клянусь зевцем, отвечал Критабулу. Но если невозможно другому человеку приобрести дружбу нравственных людей... Но опять же, дальше все нравственные люди это просто колокогатия. То есть, наконец-то они переходят к теме колокогатии. Еще разочек. Конечно нет. Конечно нет. Клянусь зевцем, отвечал Критабулу. Но если невозможно другому человеку приобрести дружбу... Колокагатия. Колокагатия, да. А то мне интересно знать, легко ли может растный человек приобрести другую. Опять же, это всё Колокагатия. 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 Колокагатия, да. То есть Колокагатия не всегда ведет к дружбе. Казалось бы, Колокагатия это и есть тот самый добрый и хороший. Или там хороший и прекрасный. И, естественно, если человек хороший, он должен быть хорошим другом. Из чего мы заключаем, что нет ничего проще, чем для Калакагатии становиться друзьями друг друга. Однако Критабул сомневается в этом. У Калакагатаса могут быть и отталкивающие черты. Мы сразу задаемся вопросом, мы понимаем, о какой Калакагате идёт речь. Я напоминаю, что у нас два определения Калакагатии. И мы сразу задаемся вопросом, является ли Сократ членом Калакагатии? Ну, первый-то, наверное, нет. Нет, конечно, нет. Только Калакагатии, которые они обсуждают. В связи с чем встает другой вопрос. Зачем Критабул задаёт Сократу вопросы о Калакагате? Откуда Сократ знает, как возможна дружба между Калакагатией? Может быть, это в связи с того, что он обучает детей Калакагатах, так сказать. И он наблюдает, как это происходит. Отношение... Вот так, да? То есть сам-то он не знает, но видит, как это делают другие. А почему сразу не подойти к Критабулу, к этим другим? Может, он как-нибудь пару ходу будет. Ладно, ладно. Тебя сбивает с толку Критабулу то, что часто ты видишь, как люди Калакагатии в своей деятельности и не позволяющие себе никаких позорящих поступков, вместо того, чтобы быть в дружбе, ссорятся между собой и относятся к друг другу хуже, чем к людям ничего не стоящим. Не только отдельные граждане. Заметил Критабулу так поступает. Целое государство, которое особенно заботится о нравственности, не терпит позорящих действий. Ну, а добродетель, да? Надо вернуться, естественно, и сравнить этот список плохих людей с тем списком, который был в самом начале. То есть невоздержанность, плюс неблагодарность, плюс незаботливость, плюс корыстолюбие, плюс вероломство. Поэтому, мне кажется, дурные люди по самой природе своей вообще скорее враги, чем друзья. Да, пока достаточно. Будьте внимательны. Мы вдруг возвращаемся в политику. Причем речь идет больше не о дружбе между людьми, а о дружбе между государствами. Мы должны вспомнить Платоновское государство, первую книгу, собственно, 332а, где, собственно, выражается долг друга, заключающийся в том, чтобы помогать друзьям. И 351 CE, где Сократ говорит нам, что справедливость необходима даже в банде грабителей. Иными словами, даже если наше государство самое несправедливое государство на свете, оно все равно должно быть несправедливым по отношению к другим. Но оно не может быть несправедливым внутри самого себя, потому что если оно будет несправедливым внутри самого себя, оно просто развалится на части. Критабул удивлен. Дурные люди не могут быть хорошими друзьями, потому что им мешают их пороки, названные выше. У хороших людей нет таких пороков, но хорошие люди, тем не менее, не становятся хорошими друзьями. Даже государства, которые не являются злодейскими, а являются заботящимися и культивирующими добродетели, то есть даже самые лучшие государства, не являются друзьями друг друга. Или не всегда являются таковыми. Из чего Критабул делает интереснейший вывод. Вывод Гобсовский. Что люди по природе своей являются врагами друг для друга. Мы можем видеть в политическом, на большом масштабе, прямо как государство нам завещает, то, что экстраполируется с масштаба поменьше, то есть с человеческого. Проще говоря, если человек человеку враг, то цель человека в этой жизни – это воевать, это война, война с врагами. Точно так же, как цель государства – это война. Вы помните, что если вы откроете законы Платона, или если вы откроете государство Платона, вы увидите, как в законах, в частности, афинянин смеется над этим. Потому что если цель государства – это война, а не мир, то цель отдельного человека в этой войне – это культивация военных добродетелей, это культивация мужества. Вы помните, в чем проблема с противопоставлением мужества и мудрости. Таким образом, правильное государство, в смысле хорошее государство – это государство-военный лагерь. Что это за государство тогда? Как оно называется? Конечно, это Спарта. Если цель отдельного человека – это война, тогда цель государства – это война, тогда правильное государство – это Спарта, а не Афины. Правильное государство – это государство, где нет невоенных добродетелей, где нет невоенных занятий, где нет торговли, нет производства, нет сельского хозяйства, нет театра, нет поэзии, нет ремесел. Где есть только война, где есть только тренировка и воплощение этой тренировки на практике. Да. А ремесел – не в войне? Конечно. Если вы откроете, достаточно открыть политику Аристотеля, или если вы хотите, можете открыть экономику ксенофонта. Общепринятый смысл, общепринятый взгляд следующий. Ремесленник целыми днями сидит в заперти, сгорбившись, производя одни и те же действия. Из него никогда не выйдет хорошего война. Более того, в отличие от крестьянина, ремесленник – это капиталист в современном смысле этого слова. Он в любой момент может сбежать, его ничто не держит. Настоящий воин – это крестьянин, который пашет на земле. Он все время на солнце, у него разная физическая активность. Но если вы бывали на картошке, вы знаете, что это за физическая активность. И главное, у него есть земля. Он не сбежит. Он патриот. Соответственно, если ремесленник мешает, то кто производит оружие? Войскам нужно оружие? Нет, естественно, войскам нужно оружие. И это оружие кто-то производит. Точно так же, как войскам нужно есть. И сельским хозяйством кто-то занимается. Но этим не занимаются граждане. Сами вы. Да, естественно. Соответственно, вы помните, что проблема в широком смысле, вокруг которой вращается классическая политическая философия, это проблема правильного образа жизни, которая, естественно, отражается в политическом. Правильный образ жизни достигаем только в правильно устроенном государстве. Если правильно устроенное государство – это государство-военный лагерь, то правильный образ жизни, или вы хотите, если хотите, можно наоборот. Если правильный образ жизни – это военный образ жизни, то правильно устроенное государство – это государство-военный лагерь. Мы задаемся простым и понятным вопросом. Есть ли в государстве военном лагере место для философии? Нет, что очевидно. В спарте Сократа сразу бы вздернули, а если не вздернули, то кинули бы со скалы, когда он еще родился, потому что очевидно, что он родился сразу уродливым. Такие люди не становятся уродливыми со временем. В связи с этим мы предполагаем, что Критабул, немного расстраиваясь, отражает классические взгляды афинской молодежи его времени, лаконофильские взгляды. Сократ не может поддерживать лаконофильские взгляды, хотя может имитировать такую поддержку, вы можете открыть протагогу, например, за этим, по понятным причинам. Поэтому Сократ должен будет вернуть Критабула к правильному ходу вещей и доказать ему, что дружба между Калакагатией не только возможна, но и, скорее всего, даже неизбежна. Я прошу вас не забывать об одной вещи. Калакагати имеет двойное значение. Поэтому, когда Сократ сейчас будет нам говорить, что дружба между Калакагатией неизбежна, в смысле, необходима, он будет намекать не на первое определение Калакагатией, а на второе. Но по твоим словам, и с хорошими дурными? Ну, нормально, нормально. И с хорошими людьми дурные никогда не могут подружиться, как в самом деле люди, поступки которых безразственны, стали бы друзьями, те, к которым такие поступки ненавистны. Невозможна дружба внутри двух категорий и невозможна дружба между этими двумя категориями. Я, забегая вперед, скажу вам, что у нас впереди есть несколько глав, где хороший человек будет приобретать дружбу плохого. В частности, отец Критабула Критон будет приобретать дружбу сикафанта. Помните, кто такие сикафанты? Это люди, которые подают в суд, чтобы им заплатили, лишь бы только не было суда. Где он приобретает дружбу сикафанта, потому что на него нападают другие сикафанты. Уж если и Калакогатия ссорится из-за первенства в государстве и зависть ненавидит друг друга, то какие же еще люди будут друзьями? И в ком будет благожелательность и верность? Я напоминаю вам, что речь ранее шла об Одиссеи и нимфах. И голос нимф Одиссей слышал, потому что он хотел быть первым. Иными словами, проблема в дружбе между Калакогатиями, как видит ее Критабул, заключается в том, что каждый из членов Калакогатии хочет быть лучшим. А это значит, каждый из членов Калакогатии рассматривает другого члена Калакогатии как соперника в становлении лучшим. Да, сказал Сократ, тут довольно пестрая картина Критабулла. Да, и Сократ с ним согласен. Достаточно. Итак, смотрите, Критабулл говорит. Я смотрю на государства и вижу, что они все время воюют друг с другом, даже хорошие. Я смотрю на плохих людей и вижу, что они все время воюют друг с другом. Я смотрю на хороших людей и вижу, что они все время воюют друг с другом. Я думаю, быть может, хорошие и плохие люди могут дружить, но ты отвечаешь мне нет. Из чего я делаю единственно возможный вывод? Люди по природе свои дурны. В них есть нечто такое плохое, что даже хорошим людям мешает дружбе с хорошими людьми. И это зависть, как замечает это Критабул. Значит, я забегая вперед, вам тут же указываю в сторону Томаса Гоббса, который построит свою философию именно на этом, но зависть он заменит тщеславием. Причина социальности людей по Гоббсу, в отличие от Аристотеля, и прямо противоположно Аристотелю, заключается не в сексуальности, не в элотизме. Причина социальности людей заключается в тщеславии. Мы собираемся в группы, чтобы отличить себя от других, потому что вне группы выделиться невозможно. Поэтому вы можете заметить в каждой группе и клоуна, и лидера, и того, кого все бьют, потому что именно на его фоне все остальные социализируются. Поэтому в группе всегда есть изгодь. Сократ не может принять этого взгляда, но Сократ не может и отрицать его. Ну, потому что государство воюет, и тяжело убедить Критабулу в том, что они воюют с мирными целями. Поэтому Сократ преобразует взгляд Критабула, говоря нам, что люди как хороши, так и дурны по природе. То есть он не делает строго отрицательного вывода, какого делает Критабул, или какой, например, делает Гоббс, или если вы хотите Руссо, который говорит, что люди как раз по природе хороши, а общество их портит. Он делает одновременно оба. И делая одновременно оба, он переходит к вопросу о дружбе. И смотрите, как хорошо этот вопрос разворачивается. Если люди хотят одного и того же, они не становятся друзьями, они становятся врагами. Единые ценности – это путь к рожде. Но если люди хотят разного, они также не становятся друзьями, они становятся врагами. Разные ценности – это путь к рожде. В связи с чем Сократ может сделать только один единственный вывод. Дружба не является естественной. Помните, что классическая политическая философия выступает против традиции в пользу природы. И, соответственно, традиционные представления постепенно опровергаются. Мы уже видели, как опровергается традиционное представление о родственниках, о матерях, отцах и братьях. Уже видели, как опровергается традиционное представление о дружбе. И здесь происходит ровно то же самое. Если дружба неестественна, она не является ценной. То есть, по-настоящему ценной. Ценной от природы. То есть, она по принуждению? Нет, она в силу традиций. Да, по принуждению, давайте мы скажем... По принуждению принуждения? Ну да, да, да. Конечно. По принуждению коллектива. То есть, это еще одна коллективная ценность, которая не имеет отношения к индивиду, не имеет отношения к природе. То есть, дружба служит коллективу, но она не служит отдельному человеку. Она мешает отдельному человеку. По понятным причинам. Если ненависть хороших людей друг к другу вызвана завистью, то есть, естественным стремлением быть лучше, чем другие, то единственный способ основать дружбу между ними – это подавить эту зависть. Следовательно, подавить некое естественное устремление. Некое абсолютно нормальное устремление сделать ненормальным, неприемлемым. Чем и занимается общество. Не выглядит ли у нас в конце на то, что существовали государства, значит, в таком плане можно только индивидуально? Нельзя индивидуально существовать. Это, смотрите, это возвращение к нашей проблеме, о которой мы все время говорим. Невозможно индивидуально существовать в коллективе. Если вы не часть коллектива, коллектив либо отторгает вас, то есть, либо убивает, либо превращает в изгоя, либо заставляет подчиниться. И здесь мы возвращаемся к моему более раннему тезису о том, что большинство всегда сильнее. На том плане мы же можем показывать свое существование в коллективе, но индивидуально… Да, 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 да. Имитировать, вы хотите сказать. Да, мы предполагаем, что стратегия Сократа отчасти именно такая. Но мы также должны предположить, что раз эта книга начинается с попытки доказать, что Сократ ни в чем не виноват, то эта стратегия является провальной. Однако дружба пробирается через все эти препятствия, соединяя людей добродетельных. Благодаря своим высоким качествам они предпочитают без отягощения владеть умеренным состоянием, чем путем войны быть хозяевами всего. Люди нравственные могут соединиться, если им лень воевать. То есть, в том случае, когда они не переоценивают свои силы и не оценивают свои силы серьезно. Несмотря на голод и жажду, они могут без горе делиться едой и питьем. Хотя им приятные любовные отношения с молодыми красавцами, но они могут держать свои страсти, чтобы не огорчать кого не следуя. Они могут также не только честно, без своей корысти, владеть деньгами сообща, но и помогать друг другу. Могут и спор улаживать не только без взаимного огорчения, но и к обоюдной пользе. И не давать не вон ходить так далеко, что после приходится раскаиваться. Зависть они совсем устраняют тем, что свое имущество предоставляет собственность друзьям, а имущество друзей считает своим. Я напоминаю вам, что эта проблема обсуждалась ранее. Друг как собственность. Так не следует ли ожидать, что люди нравственные и добродетельные почти в государстве будут делить не только без вреда, но и даже с пользой друг друга? Да. Значит, Сократ утверждает, что Кавла Кагатия в состоянии преодолеть естественное устремление человека и таким образом создать дружбу. Какова цель дружбы? В обмене. Какова цель приобретения друзей? Ну вот он лучше говорил, что в личном ощущении радости после действий. В личном ощущении радости? Нуждаются други жалеть, но он бы сейчас... Давайте вспомним ранее, какова цель приобретения друзей? Цель приобретения друзей – увеличение собственного имущества, обогащение. Смотрите, и мы этот вывод можем соединить с тем, о чем мы говорили ранее, о чем ксенофонд говорил ранее. Общество пытается продвигать дружбу, утверждая, что друг – это форма собственности. То есть, напирая на человеческое стремление к обогащению, на эгоизм. Проблема в том, мы обсуждали это в прошлый раз, что сделать из друга собственность тяжело или практически невозможно. Поэтому, хотя большинство людей говорят, что нет ничего дороже друга, большинство людей не следует этой ценности. Большинство людей не помогают своим друзьям в час беды, не посылают к ним врачей, не спрашиваются об их состоянии и так далее и тому подобное. То есть, коллектив пытается насаждать ценности, но у него не получается. Почему для нас это важно? Потому что это прямое столкновение природы и традиции. Сократ и философия в целом, классическая политическая философия, выступают на стороне природы. А значит, она все время должна доказывать, что природа сильнее, то есть является более качественным, более прочным основанием, чем традиция. Поэтому, Сократу надо доказать, что те ценности, которые продвигаются по лесам, противоестественные ценности, например, педерастия или, например, дружба, все-таки не всегда или практически никогда не являются укорененными. Так как они противоестественные, они вызывают отторжение, а не принятие. И, следовательно, порядок, основанный на противоестественных ценностях, очень слабый порядок, не правильный порядок. Правильный порядок или хороший порядок – это порядок, целиком укорененный в природе. Возможен ли такой порядок? Какой ответ дает классическая политическая философия? Может быть, кто-нибудь знает? Возможно ли идеальное государство? Нет. Нет. И тут мы наталкиваемся, наконец-то, доходим до центральной проблемы классической политической философии. Столкновение двух иерархий. Смотрите, если есть государство, то в этом государстве есть некая иерархия. Если есть коллективные ценности, то эти коллективные ценности образуют некую иерархию людей. Чем лучше вы соответствуете коллективным ценностям, тем выше вы в этой иерархии. Но есть другая иерархия – естественная иерархия людей. И проблема заключается в том, что, с одной стороны, естественная иерархия никогда не сможет войти, в смысле стать соответствующей общественной иерархии, потому что ценности естественные и ценности коллективные противонаправлены. А с другой стороны, мы никогда не сможем сделать выбор в пользу общественной иерархии, потому что общественная иерархия зависит от традиции, в смысле зависит от мнения большинства, в смысле является всегда слабой. То есть, классическая политическая философия должна сделать и делает выбор в пользу, естественно, превосходящих других людей. Эти люди и должны как бы править, но они никогда не могут править. Помните, как в апологии Сократ объясняет, почему он никогда не войдет в политику, да? Но они не могут править. А с другой стороны, мы не можем сделать выбор в пользу тех, кто правит, потому что они не являются и не могут являться членами естественной иерархии, то есть вершиной естественной иерархии. Я отсылаю вас, естественно, к апологии, к самому началу апологии, когда Сократ объясняет нам, почему все его ненавидят. То есть, когда Сократ объясняет нам, как он ходил к трем типам людей. И первый из этих рассказов, самый потрясающий, на мой взгляд. Сократ объясняет, что он пошел к некому политику. Мы предполагаем, что это величайший политик времени Сократа. То есть, мы предполагаем, что у этого политика есть имя, и мы знаем это имя. И в кругу его поддержки Сократ с помощью диалектики показал этому кругу, что этот величайший политик его времени ничего не знает, ни на что не способен, что это дурак. Что это представляло собой, думаем мы? Это представляло собой первую наивную попытку Сократа возглавить общественную иерархию. Если он покажет, смотрите какая логика, если он покажет всем присутствующим, всем сторонникам этого политика, имя которого начинается на букву П, естественно, что этот политик на самом деле ничего не стоящий дурак, то, естественно, весь этот антураж тут же перейдет на сторону Сократа. И Сократ автоматически возглавит государство. Но происходит ровно обратное, когда антураж видит, что тот человек, в которого они вложили все, это пустое место, они начинают ненавидеть и преследовать Сократа. Так создается главный виновник. Из этой проблемы выходит следующее. Давайте я скажу две вещи. Выходит много, но я скажу две. Первое. Классическая политическая философия, в отличие от современной политической науки или современной политической философии, не может относиться к политике серьезно и никогда не делает политику предметом своего исследования. Для классики политика это либо то, что вызывает смех, либо то, что вызывает невероятное отторжение. В то время как для современной политической философии политика это все. Это центральный предмет, это то, что постоянно изучается. Что я понимаю под политикой? Вопросы общежития. То есть вы открываете Маркса, вы открываете Канта, вы открываете Гигеля, они только об этом и говорят. Для классиков это не так, совершенно не так. И второе, следующий вывод, который мы должны сделать, следующая проблема. А как тогда жить в вершине естественной иерархии, если она все время находится в угнетенном состоянии в иерархии общественности? Есть ли какие-нибудь вопросы по поводу этой моей тирады? Ладно, давайте дальше. У меня только один вопрос. А вот в прочитанном отрывке правомеренности и так далее, не говорится ли это о дружбе именно Круга Сократа? Нет, пока еще речь идет об общей дружбе, о дружбе как таковой. Вы, конечно, можете сказать, что так как Калакогатия все время имеет двойное значение, она все время в этом разговоре имеет двойное значение. А кто стремится к почестям и власти в государстве, чтобы иметь возможность деньги воровать, людей притеснять и призываться чувственным удовольствием, тут надо думать человек безчестный, низкий, не способный подружиться с другими. Но если кто ищет почета в государстве лишь целью ограждать себя от несправедливости, иметь возможность оказывать поддержку друзьям в правом деле и старается, достигнув власти, приносить пользу отечеству, почему такой человек не мог бы подружиться с такими же? Да, достаточно. Вспомните Геракл 2.1.14.19.28.33. Добродетель говорит о пользе отечествия и пользе друзьям. Здесь ровно то же самое. Патриотизм это действительно качество Калакогатии, но это не качество Калакогатии во втором смысле этого слова. Напротив, Калакогатия во втором смысле этого слова не патриотично. Да, вспомните засуждение о Геракле. Разве в союзе с Калакогатия у него не будет меньшего отможества помогать друзьям? Или он будет менее способен сбросить пользу отечеству, имея нравственных сотрудников? Нет, даже при гимнастических состязаниях видно, что если бы лучше позволялось говориться и идти на худших, то они побеждали бы во всех состязаниях и получали бы все награды. И вот, наконец, как только нам показывают, напоминают о Геракле, напоминают о пользе друзьям и отечеству, и мы сразу вспоминаем, что действительно у рассказа о Геракле двойное дно, речь переходит к заговору Калакогатии. Я напоминаю вам вопрос, как быть вершиной естественной иерархии в условиях, когда она не может стать вершиной иерархии общественной как таковой и не может выступить против нее. И Сократ предлагает заговор. Если лучшие сговорятся против худших, им удастся одолеть худших. Что это означает для Кальтабула? Для Кальтабула это означает следующее. Действительно, Калакогатия ненавидит друг друга. В смысле, зависть не дает Калакогатии объединиться на позитивной основе. Но она может объединиться на негативной основе, учитывая, что если Калакогатия не объединится, враги государства победят. В этом смысле патриотизм становится более серьезным стимулом, чем зависть. Я приведу вам в пример историю Флоренции Маккиавелли, где один из присутствующих персонажей вдруг встает на... Значит, речь идет, естественно, о том, что Флоренции вот сейчас будет конец. И один из присутствующих персонажей встает на стол и заявляет, мы здесь спасаем Отечество, а не свои души. Поэтому давайте мы не будем ни о чем спорить, а давайте мы будем побеждать. Здесь речь идет о том же самом. Если ценностью Калакогатии, которую Сократ пытается привнести, является полезность государству, то ценностью Калакогатии, в смысле ценной для Калакогатии, является, конечно же, государство даже больше, чем друзья. И в этом смысле государство должно преодолеть коллектив, интерес коллектива должен преодолеть интерес индивида, что вполне логично. И Калакогатус должен решить в пользу Отечества, то есть в пользу сговора с другими Калакогатусами против большинства, против плохих людей. Заметьте, что речь больше не идет о дружбе, речь идет о сугубо утилитаристской штуке, о сговоре против кого-то. То есть Калакогатия объединится, но не потому, что они так любят друг друга. Калакогатия объединится, потому что они ненавидят тех, кто придет к власти, если они не объединятся. Мы снова вспоминаем про Калакогатию в втором смысле этого слова. Возможно ли дружба между Калакогатиями во втором смысле этого слова? Присутствует ли там решающий момент, разрушающий Калакогатию, дружбу Калакогатии в первом смысле, завистью? Есть ли зависть между философами? Если нет, то дружба между ними возможна. А если есть, то заговор – это единственный выход. Вы знаете, все равно среди философов. Помните, вспомните, что я вам только что говорил о зависти. Зависть объявляется естественной. Зависть непривнесенная, зависть естественная. Поэтому зависть есть и среди философов. Если она есть, единственный выход – это заговор. Что такое заговор? Заговор – это когда определенный круг людей встречается в определенном месте лучше ночью, лучше за закрытыми дверьми и что-то непонятное обсуждает. Заговор – это гетерия. Заговор – это сокрытие. Заговор – это подозрение. Возвращаемся обратно и смотрим на Сократа. Встречается ли Сократ по ночам с кем-то, за закрытыми дверьми? Разговаривает ли он в каких-то непонятных местах с какими-то непонятными юношами, непонятно о чем? Вызывает ли Сократ подозрение? Ну, подозрение обычно слышит. Если вызывает, тогда ответ не дружба, ответ – заговор. Встречающий момент различия между дружбой и заговором заключается не только в наличии чувств, это внутреннее. Встречающий момент внешний заключается в том, что заговорщики не обязательно должны быть вместе на публике. Друзья обязательно должны быть вместе на публике. Заговорщики могут ненавидеть друг друга. Друзья должны любить друг друга. Заговорщики, наоборот, не должны быть вместе на публике, чтобы не создавать подозрений. Друзья должны быть вместе на публике, чтобы быть друзьями. Хорошо. Да, заметьте, в спортивных соревнованиях лучшие не могут облиниться против лучших, потому что таковы правила спортивных соревнований. Но в политике нет никаких правил. И потому заговор лучших – это лучший выход. Так не выгодно ли государственным деятелям заручиться друг другу? Ну, политику, политику, конечно. Заручиться дружбой лучших людей и иметь в них сообщеников и сотрудников, а не противников. Ясно также и то, что если кто и войну будет с кем-нибудь вести, ему понадобятся союзники, и при том в большом числе. Если противники его будут люди высокими... Ну, опять же, да, добродетели. Кто предлагает свои услуги в качестве союзников, тем надо делать добро, чтобы у них была охота левно сослужить. Но гораздо выгоднее делать добро лучшим, которых мало, чем худшим, которых много. Потому что дурные требуют гораздо больше благодеяний, чем хорошие. Нет, Критабула, не бойся, старайся быть хорошим человеком и, ставшим таким, начинай ловить добродетельных людей. Да, ну помните, что хорошие это агафосы, это как раз люди, которые обсуждаются во второй книге. Решающее свойство колокогатей заключается в том, что их мало. Но Сократ убеждает Критабула, несмотря на то, что нас мало, мы в тельняшках. Их мало, а не в тельняшках. Мы же все время думаем, вспоминая наш тезис о том, что большинство всегда означает силу. По-другому даже. Можно ли на это смотреть так оптимистично? Заговор колокогатей в первом смысле этого слова, это заговор с целью управления, с целью господства. Является ли заговор колокогатей во втором смысле этого слова заговором с целью господства? Если да, то мы снова возвращаемся в политику. И снова естественная иерархия пытается встать во главу общественной иерархии. Что невозможно. Значит, заговор во втором смысле исходит из предпосылки, которую мы уже обсуждали. Что число и есть сила. Что заговорщиков слишком мало, чтобы победить. Что они не могут победить и не должны побеждать. В смысле, не должны достигать господства. Тогда какова цель заговора колокогатей во втором смысле этого слова? Мы говорим о дружбе и о том, что мешает дружбе. Это вы слышали. Хорошо. Так как дружба невозможна. Нужна какая-то другая форма союза. Это другая форма союза заговора. Она радикально отличается от дружбы. Цель заговора сугубо утилитаристская. В то время как цель дружбы, вы могли бы сказать, сугубо альтруистическая. Цель заговора заключается в классическом понимании, естественно, в том, чтобы взять власть. Взять власть против большинства. Взять власть без согласия большинства. Но философы не должны брать власть. Колокогатей во втором смысле не может взять власть. Поэтому для того, чтобы понять, какова цель заговора, мы снова должны вернуться к проблеме. В чем заключается проблема? Мне кажется... Это понятно. Мне кажется, цель заговора во втором смысле слова будет дать это выживание. Конечно. Если философ не может быть сторонником коллектива ни в каком его виде, а может быть только противником коллектива. Естественно, он натыкается на враждебность коллектива. Естественно, он становится изгоем. Коллектив в лучшем случае смеется над философом. Вы знаете, что Сократ все время кажется смешным. Ну, во-первых, есть облака. А во-вторых, тут же со ссылкой на облака в экономике Сократ скажет, что видел я там какого-то Сократа. Он по небу летает в корзинке и говорит, что трогает воздух. Либо смех, либо враждебность. Вопрос, как жить. Это не только вопрос о лучшем образе жизни. Это еще и вопрос о том, как выживать. Ответ на вопрос о том, как выживать, кажется, заключается в заговоре. Чем отличаются заговорщики от всех остальных людей? Они могут быть откровенны с друг другом в самом решающем вопросе на свете. Вопросе, который их волнует больше всего. Сократ не может быть откровенен с Критобулом. Хотя, как вы видите, он, естественно, откровенен в боевом смысле этого слова. Но есть такие люди, с которыми Сократ действительно может быть откровенен. Я уже задал вам вопрос, есть ли у Сократа друзья. В смысле, является ли Платон другом Сократа? Ответ на него мы дать не можем. Зато мы точно можем сказать, что они принадлежат к одному заговору. И ксенофон-то мы тоже можем туда добавить. Хорошо. Еще какие-нибудь замечания будут? Тогда давайте двигаться дальше. Пожалуй, я мог бы оказать тебе содействие в охоте за добродетельными людьми. Своей склонности к любви. Склонность к любви, ну, понятное дело, в данном случае элотизм. Когда я почувствую увлечение кому-нибудь, страшно всем существом стремлюсь к тому, чтобы тем, по ком мне тоскуют, тоже тосковали по мне. Чтобы тем, с кем мне хочется быть в общении, тоже хотелось общения со мной. Вернемся назад. Если мы обсуждаем политическую дружбу, политический заговор, есть ли у нас примеры политической дружбы? У нас есть? Нет, 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 в тексте. Ранее, когда речь шла о политической дружбе, речь шла о Перикле и Фемистокле. Перикл и Фемистокл занимались тем, что привлекали на свою сторону людей. Перикл речами, как настоящий политик, обещаниями. Фемистокл делами. Лучше, чем Перикл, естественно. Здесь больше речь не идет о политической дружбе. Речь идет о дружбе как таковой. Когда я испытываю эротическое чувство к кому-то, говорит Сократ, я применяю стратегию. Я хочу, чтобы этот кто-то начал испытывать эротическое чувство по отношению ко мне. Ага, хороший вопрос. Значит, смотрите. Проблема какая? Люди завистливы, даже лучшие люди, особенно лучшие люди, завистливы по отношению друг к другу. В связи с чем возникает гигантская проблема. Они не могут объединиться, потому что они все время соперничают. Они все время враги. Они являются естественными врагами. Сейчас, сейчас до этого дойдем. Они являются естественными врагами. Это хорошие люди. Плохие люди, естественно, являются естественными врагами. В связи с чем коллектив, чтобы существовать, придумывает адскую штуку. Он придумывает новую ценность. Она называется дружба. Коллектив не просто придумывает ее, а начинает ее восхвалять. Начинает ее насаждать. Каким образом? Он пытается убедить человека, что его эгоистическое стремление иметь что-либо, то есть иметь как можно больше, может быть воплощено в дружбе, потому что нет ничего более дорогого, чем друг. Коллектив пытается убедить вас, нет ничего более дорогого, чем друг. В связи с чем вы, реализуя свою эгоистическую направленность иметь как можно больше, захотите иметь как можно больше хороших друзей. Но у нас проблема. Эта ценность не является реальной. В смысле, она не приживается. Хотя все люди, мы это читали в предыдущей главе, говорят, что нет ничего дороже друга, они никогда не делают, не поступают соответствующим образом. Навещали ли вы своих друзей в больнице? Часто ли вы навещаете своих друзей в больнице? Часто ли вы помогаете им деньгами в решающий момент? Часто ли вы отказываетесь идти туда, куда они хотят? И предлагаете место, куда вы хотите? Или предлагаете компромисс? И так далее и тому подобное. У коллектива не всегда это получается. Поэтому дружба это гигантская проблема. Сократ пытается убедить Критобула, что дружба возможна. В смысле невозможна. Дружба невозможна между людьми. Поэтому, говорит Сократ, единственный выход – это замена, подмена дружбы заговором. Быть другом и быть в заговоре с кем-то – это прямо противоположные вещи. И я уже во многом. И я уже указал вам на те аспекты, в которых они прямо противоположны. Нет, коллектив не осуществляет никакого заговора. Они же объединились. Кто? Коллектив. Коллектив, да. Да, конечно. Коллектив хочет одного – только выжить. Продолжать существовать. Все, что делает коллектив, направлено только на сохранение коллектива. Я еще отвечаю. Но вы напомните мне, потому что уже мы сбиваемся. Я сбиваюсь. Это дружба педерастей. Да, да, да. Спасибо. И вот теперь Сократ переходит к следующему моменту. Политическая дружба заканчивается. Начинается какая-то новая. Посмотрите, является ли коллектив противником педерастей или сторонником педерастей? Я не знаю, что я заканчиваю. Политика и философия едины в том, что они не принимают педерастею. Помните, рождение детей увеличивает патриотизм. Ни рождение детей не увеличивает патриотизм. Поэтому коллектив не очень хорошо относится к педерастею. Гораздо лояльнее к секту гетеросексуально. Сейчас Сократ попытается объяснить нам, как он охотится на молодых людей. Если вы хотите посмотреть на живой пример этой охоты, вы открываете протогор. Там вот прямо Сократ охотится на алкевиада. Вы можете потом открыть алкевиад первый и посмотреть, как алкевиад говорит, я видел, как ты на меня охотился. И можете потом открыть пир и посмотреть, как алкевиад рода говорит, он охотился и заохотился. А теперь как не жить? Хорошо. Сократ переходит к другому измерению. К личностному измерению. В кавычках, естественно, личностному измерению. И говорит о приемах, которые он использует для того, чтобы привлечь людей на свою сторону. В смысле, привлечь их к себе. Привлечь людей к себе не обязательно сделать их друзьями. В смысле, я могу вам сослаться на какую-нибудь классическую глупость, типа, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной. Вот в эту сторону. Привлечь к себе не то же самое. Но работает или начинается дружба, предполагаем мы, примерно с таких вещей. Помните, как на первом курсе, заходя в аудиторию впервые и видя впервые всех тех людей, с которыми вам предстояло познакомиться, вы все время заглядывали в глаза и улыбались. В смысле, вы пытались найти кого-то, кто бы ответил вам взаимностью. Помните, как в первые несколько месяцев первых курсов вы все время пересаживались в разные места. Что вы знакомились с одним человеком, он вам нравился, потом переставал, потом вы пересаживались к другому и так далее. Даже если вы не помните, я помню, потому что я каждый год наблюдаю первый курс. Хорошо, давайте дальше. И у тебя, я вижу, я будет потребность такой заимности, когда тебе захочется подружиться с кем-нибудь. Так ты не скрывай от меня, с кем ты хочешь подружиться, потому что благодаря стараниям понравиться тому, кто нравится мне, я довольно опытен думать со мной в охоте за людьми. И вместо того, чтобы дать Критабулу рецепт охоты за людьми, Сократ говорит, обращайся ко мне, когда захочешь поохотиться. В чем причина? Почему Сократ не раскрывает своих секретов? Критабул вряд ли будет охотиться за теми людьми, за которыми собирает охотиться Сократ. За Критабулом едва ли. Критабул не та категория людей. Критабул это люди, которые жаждут блага, жаждут акафоса. Они не особо интересны Сократу. Единственным человеком, за которым Сократ будет охотиться в меморобилии, это ученик. В самой четвертой книге. И этот ученик, естественно, будет серьезно отличаться от Критабул. Это будет Евфидем. Евфтидем, если вы предпочитаете другое произношение. Помните, это будет любовник, человек, о котором хочет тереться критики. То есть, превращение Евфидема в свои ученики, это каким-то образом попытка остановить Крития от, и удержать Крития от педерастии. Критабул сказал. Да мне давно уже хочется приобрести такие познания. Особенно, если одной и той же науки будет достаточно для охоты за людьми, хорошими душой и прекрасным телом. И смотрите, впервые возникает буквальная Кавлоскагата. С хорошей душой и прекрасным телом. Критабул добавляет. Вы уже помните, что у нас есть в первой книге глава, где Сократ предостерегает Критабул от педерастии. И Критабул тут же добавляет. Как только Сократ говорит, что охота за людьми, он понимает ее как личную охоту. И он тут же добавляет к хорошей душе прекрасное тело. Приобретение друзей не связано с охотой. С охотой связано приобретение любовников. Эротизм. Сократ сбивает его с рассуждением об эротизме. И Критабул все понимает. Конечно же, прекрасные тела. Мы возвращаемся в экономику и находим там самое начало движения Сократа. Когда Сократ говорит, вот есть в нашем обществе такие, кого называют Кавлокагатей. То есть, прекрасными и хорошими. Прекрасными и добрыми. Я напоминаю, что слово Калос имеет двойное значение. Благородный и прекрасный. То есть, прекрасными и добрыми. И говорит Сократ, я решил найти таких людей. И что я сделал? Я начал искать красавцев. Это логично. Если человека называют прекрасным и хорошим, то гораздо легче найти красивого человека и узнать, хороший ли он. Чем искать хорошего, а потом понять, красивый ли он или нет. Но когда, говорит Сократ, я обошел всех красавцев, выяснилось, что ни один из них не хороший. И тогда до меня дошло. Может быть, это переносное значение. Они в переносном значении красивые. И тогда Сократ идет к герою экономики из Хамаху. Которого все так называют. Критабул также пока понимает, что это прекрасное и хорошее. В смысле сначала красивое, а потом все остальное. В смысле сначала педилостия, а уже потом политика. В этом смысле Критабул, естественно, аполитичен. Потому что его-то, конечно, интересуют красивые мальчики. Тогда Сократ сказал. Нет, Критабул, в моей науке ничего не говорится о том, чтобы удерживать прекрасных. Ну, ага, я на них руку. Да. Значит, в моей науке, ну, плохо. В моем искусстве, искусстве соблазнения других людей, переманивания их к себе, заставляя их себя любить, нет ничего касательно красоты. Философия не является сторонницей педерастии. Сократ осажает Критабул. И от скиллы. Я уверен, люди бежали потому, что оно налагало на них руки. А сирены никого не налагали в руку. Ага, смотрите. И сирены никого не налагали в руку. И мы вспоминаем. Во-первых, не скиллы, наверное, все-таки, а сциллы. И вы понимаете, будьте внимательны, мы на несколько страниц ранее говорили об Одиссеи и о том, как на сирены или нимфы привлекают Одиссея. Привлекают не всех, а только Одиссея, потому что он хочет быть первым, потому что он хочет быть в добродетели. С какой целью привлекают они Одиссея? Че, вообще никто не может ответить на этот вопрос. С той же целью, с которой и сцилла привлекает Одиссея, открывая сквозь гигантский рот. Какая цель? В смысле, пытается схватить его, как и сирены. Какая цель? Естественно, сирены привлекают Одиссея, потому что они привлекают его корабль на скалы, чтобы потом убить и съесть. Сцилла привлекает Одиссея с целью съесть его, в смысле перемолоть и уничтожить. Сократ говорит, что его эротическое искусство связано с этим перемалыванием и уничтожением. Если вы откроете государство, или если вы откроете рассуждение о... Какое-нибудь софистическое рассуждение, известное нам, платоновское или ареститльянское, вы вспомните... Да, зачем я вас обманываю? Достаточно открыть даже не государство, а достаточно открыть Евтидема. Если вы откроете Евтидема, вы увидите, как два софиста говорят страшное. Они говорят, что процесс обучения заключается в процессе уничтожения. Потому что обучение... В ходе обучения человек перестает быть таким, каким он был, и становится другим. Цель сирен, цель сциллы, цель Сократа – это уничтожение. Развращение. Мальчик после встречи с Сократом больше не остается таким, каким он был. Он погибает. Тот прошлый мальчик умирает. Тот, кто любил своего папу, кто слушал маму, кто, значит, любил родину и готов был за нее умереть, перестает ощущать все это и становится совершенно другим. Всем пели и сдали свои напевы. Потому все, как говорят, у них оставались и слушая их очаровывали. Первое. Все, как говорят, у них оставались и слушая их очаровывали. Ведь ранее говорилось, что оставались не все, что сирены поют не для всех, а только для добродетельных, только для тех, кто жаждет большего. Для Одиссея. Почему тогда Одиссея все распространяется на два русских ушей? Нет. Ранее бы вы сказали, смотрите, вернемся назад и попытаемся еще раз. Сократы уродуют этот миф. Только Одиссей залеплял себе уши войск. Помните, он же сам себя заставил привязать. Я даже заставил, но это он себя как раз уж и не залеплял. Он залепел всей своей команде, чтобы... А, чтобы они не слышали. Хорошо, хорошо. Давайте попробуем еще раз с этого отрывка. Одиннадцать. Так откуда мы можем узнать это, спросил Критабул? Что сирены пели Одиссею, ты слышал от Гомера. Начало этого напева приблизительно такое. К нам Одиссей многохвальный, великая сила ахейцев. А всем людям, Сократ, сирены пели этот напев и удерживали их так, что очарованные ими они не уходили от них? Нет, они пели только тем, кто свою славу видел в храбрости. Сократ уродует оригинальный миф. А теперь возвращается обратно. И заметьте, сирены поют всем, как говорят. Иными словами, как думает толпа. Не как говорит Гомер, а как думает толпа. Итак, сирены поют всем. Кто эти сирены? Кто поет всем? Вспомните, кто поет всем? Конечно, Перикл. Здесь, между двумя Периклами, мы видим восхождение. Перикл маркирует собой начало этого восхождения, к заговору колокогатии. И сейчас, когда разговор об этом заговоре закончился, Перикл снова маркирует спуск вниз. Все, серьезная тема завершилась. Но разговор-то еще не завершился. И еще долго не завершился. Что же мы будем обсуждать дальше? Тут Критабул сказал, я не стану налагать рук. Учи меня, если у тебя есть какие-то сведения годные для приобретения дружинок. Критабул общается с Сократом постоянно. И в этом смысле он уже во многом развращен в Сократу. Он верит, что знание – сила. В смысле, развращен публичным учением Сократа. Он верит, что знание – сила. И поэтому, как и в экономике, как только чувствует свою слабость, в смысле свое незнание, он тут же говорит Сократу, учи меня. В экономике Сократ отнекивается. Что мы выясняем в экономике? Две штуки. Что Критабул не знает, что такое богатство, хотя он богат от отца. И Критабул не знает, как быть с женой. Хотя жена – это самый близкий к нему человек. Там простой такой пример. С кем ты общаешься больше, чем с женой, и кому ты доверяешь свои дела больше, чем с женой. Когда Критабул прижимает Сократа к стенке и говорит, ну хорошо, ты только что мне доказал, что я беден, ты богат. И только что мне показал, что я не умею обращаться со своей женой. Ну учи меня. Давай, вперед. И Сократ будет отнекиваться, потому что Критабул – это не тот человек, которого должен учить Сократ. Два будет у него козла отпущения. Он скажет, я ничего не умею, ничего не знаю, но я знаю тех, кто знает. Я научу тебя так, как учили меня. И он рассказывает историю о том, как он познакомился с Искамахом. Это экономика. Но до этого он говорит, хорошо, я отправлю тебя, отошлю тебя к тому, кто знает, как воспитывать свою жену. И это Аспазия. Но если в экономике к Искамаху он отсылает, то к Аспазии он не отсылает никогда. В смысле разговора об Аспазии так и не происходит. Так и здесь. Критабул снова прижимает Сократа к стенке. Если ты обладаешь эротическим искусством, в третьей книге мы столкнемся с женщиной, которая обладает эротическим искусством, с Феодотой. И Сократ докажет ей, что этим искусством она не обладает. И она тоже побежит и начнет кричать, учи меня. И он будет отвечать ей, нет. Давайте посмотрим, что же сделает Сократ. Так и уст не станешь прикладывать к кустам, сказал Сократ. Да, то есть я не буду налагать на тех, на кого я охочусь, руки. То есть никакого насилия, говорит Критабул. Но Сократ отвечает, никакой педерастии. Не бойся, отвечал Критабул, и уст не стану прикладывать к кустам, если кто не прекрасен. О, и Критабул тут же спотыкается. Да, то есть как бы не может он себя преодолеть. Не может он сдержаться. Не воздержан Критабул. Вот сейчас, вот сейчас, заметил Сократ, ты сказал Критабул то, что идет разрез пользы. Прекрасные такого обращения терпеть не могут, а безобразные с удовольствием дозволяют это. Воображая, что за душевные качества их называют прекрасными. Да, смотрите, польза становится той низкой целью, которую теперь они имеют в виду. Больше никакой дружбы, никакого отечества. То есть уже не польза друзьям и отечеству, а уже польза самому себе. Тут Критабул сказал, так прекрасных я буду целовать, о хороших расцелов. Поэтому не бойся и учи меня, как охотиться за друзьями. Речь идет о Калакагате. Соответственно, если ты не прекрасный, то ты хороший. Сократ не говорит о хороших, Сократ говорит о уродцах. Но Критабул автоматически понимает, что уродливый и плохой человек это человек, которому он не подойдет никогда. Он может подойти к уродливому, только если тот хороший. Тут Сократ сказал, так вот, Критабул, когда ты захочешь подружиться с кем, а разрешишь ты мне пожаловаться ему на тебя, что ты от него в восторге и желаешь быть его другом? Да. Вместо того, чтобы учить Критабула, Сократ снова уходит к своей теме. Ты зови меня. В смысле, когда у вас проблемы с проводкой, вы не лезете туда голыми руками, вы электрика зовете. С жалостью отвечал Критабулу. Я знаю, никто не относится с ненавистью к тем, кто хвалит. Если я припавлю еще такую жалобу, продолжал Сократ, то от восторга ты еще в расположении к нему не подумаешь ты, что я хочу тебя очернить. Нет, у меня самого, отвечал Критабул, является расположением людям, которых я читаю, расположенными ко мне. Расположение к человеку и от человека, в смысле от кого-то, не одинаковы, а не различны. А дружелюбны только те, кто расположен и к, и от. Значит, предложил Сократ, мне можно будет так говорить о тебе тем, с кем ты захочешь подружиться. Если ты уполномочишь меня еще говорить про тебя, что ты заботишься о друзьях, что ничему не радуешься так, как добрым друзьям, что гордишься благородными поступками друзей, не меньше, чем своими собственными, что радуешься благополучию друзей, не сколько не меньше, чем своему собственному, и неустанно придумываешь средства к тому, чтобы у друзей оно было, что достоинство человека видишь... А, 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 что достоинство мужа. Что достоинство мужа видишь в том, чтобы друзьям делать больше добра, а врагам больше зла, чем они могли бы сделать, то, думаю, я был бы полезным помощником тебе, в охоте за хорошими друзьями. Итак, как и в случае с Феодотой, Сократ предлагает свои услуги как сутенера. Что он говорит? Что он собирается расхваливать Критобула. В определенных моментах, смотрите, что ты радуешься друзьям, радуешься их поступкам, радуешься их богатству, придумываешь что-то, чтобы сделать для них еще что-то. То есть, вся идея дружбы сейчас заключается в том, что Критобул полезен своим друзьям. Но тут появляется решающий момент. В пользу включается некое определение. Прочтите его еще раз. Что достоинство мужа. Помните разницу между мужем и человеком. Муж не отличим от добродетели мужа, от Андреи. Человек легко обходится без этой добродетели. Что достоинство мужа видишь в том, чтобы друзьям делать больше добра, а врагам больше зла. Что это за определение? Друзьям больше добра, врагам больше зла. Определение чего это? Друзьям добро, врагам зло. Справедливости? Конечно. И смотрите, чем он заканчивает, то я думаю... Я был бы полезным помощником тебе в охоте за хорошим друзьям. Да. Сократ не владеет добродетелью мужа. Об этом мы уже говорили, и об этом будет сказано в самом конце. Но он может расхваливать мужество. Но вместо мужества он расхваливает справедливость. Польза. 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 Справедливость. Мало доказать, что некий человек, чтобы быть другом с ним, способен приносить вам пользу. Почему? Потому что это может быть плохой человек. Об этом мы поговорим позднее. Нужно еще доказать, что он хороший человек. И единственный способ этого доказательства, который предлагает Сократ, это справедливость. Хороший человек – это справедливый человек. Хороший друг – это справедливый человек, который еще и приносит вам пользу. Причем сразу по нескольким направлениям. Является ли философ справедливым человеком? Если нет, он не может быть хорошим другом. Вообще не может быть другом в указанном смысле слова. Может ли философ приносить пользу? Да. Может. Каково отношение между человеком, который приносит вам пользу, но не является хорошим, в смысле справедливым? Как назовете вы человека, который приносит вам пользу, но не является хорошим? Полезным. Ну, полезным, да? Это одно и то же. Есть ли такое определение в нашем с вами языке? Ну, хорошо, подумайте, потому что у меня тоже в голове нет этого слова, да. Ну, если на примере, то хороший друг, который, как раз, не знает, что у тебя аллергия на акклессина, но ты их любишь, принесет тебе акклессины, а справедливый тот, кто скажет, нет, тебе нельзя, если ты принесли, правильно? Нет, подождите, подождите, подождите. Нет. Хороший друг – это тот, кто приносит вам пользу и справедлив. Ну, как он может принесли, не будет? Я, например, хочу апельсины, но у меня на них я говорю, принесли мне. Естественно. А он что мне сделает? У вас есть враг, которого вы ненавидите. Есть человек вам полезный, но кто отказывается вредить вашим врагам? А есть человек вам полезный, и кто готов вредить? То есть, кто готов серьезно рискнуть? Потому что приносить вам апельсины, в смысле посмотреть, как у вас там, значит, произойдет реакция на них, это не более, чем смех. А делать серьезные вещи, это гораздо более опасная работа. Зачем же ты мне это говоришь, сказал Критабул? Как будто никто ее власти говорит про меня, что хочешь. Ага. Сванетти, и Критабул добавляет, ты будешь говорить про меня только хорошее. В смысле, естественно, сутенер всегда расхваливает свой товар. Это нормально. Но Сократ отвечает, что нет. Ну, Зевсом, нет. Как я слышал однажды от Аспасии, она говорила, что хорошие свахи, у которых хвалебные отзывы соответствуют действительности, успешно соединяют людей брачными отзывами. А лживо хвалить они не решаются, потому что обманутые ими ненавидят равным друг друга и свахов. По-моему, это правильно. Я думаю, что не имею права говорить про хвалу тебе, ничего, не согласно с истиной. Да. И дальше замечания. Первое. Ложное расхваление заканчивается ненавистью друг к другу. Второе. В эротическом искусстве соединения людей, в искусстве свахи, у Платона Сократа учит диатима, а у Ксенофонда Сократа учит Аспасия. То есть, это не его искусство. Это искусство, которое он откуда-то взял. Давайте посмотрим на два этих источника. В чем они сходятся? Идиатима и Аспасия это иностранки, они не граждане. Идиатима и Аспасия это женщины. Идиатима и Аспасия претендуют на некое знание. Идиатима, она более философская, Аспасия, она более политическая. Это нормально и объяснимо. Ксенофон всегда ниже, чем Платон. Когда Платон говорит об идеях, о справедливости, Ксенофон говорит, вот справедливость это добро врагам и злодрузьям. Ну, в смысле, зло врагам и добро друзьям. Или там, сейчас мы увидим, как он будет говорить, как там защищаться от сикофагтов. То есть, это понижение статуса нормально. Чем они отличаются? Диатима это жрица. И мы подозреваем, что как жрица, она скорее всего девственна. Аспасия это гетера. И мы подозреваем, что как гетера, она не просто не девственна, она очень умела. Кроме того, у Аспасии есть жена. Это вы поясняете, да? Так, хорошо. Значит, у Аспасии есть жена. И эта жена возглавляет Афинское государство. У Аспасии есть жена? Да, у Аспасии есть жена. Перикол. И эта жена возглавляет Афинское государство. Аспасия для нее пишет речи, бьет ее, когда та не учит речи правильно, заставляет их заучивать и так далее и тому подобное. Вот эту разницу между ними мы видим. Кто из них больше должен понимать в эротизме? Диатима или Аспасия? Девственница или гетера? Вы думаете, гетера должна понимать больше? Ну, конечно, она опытная. Хорошо. Ну, то не факт, что она опытная. Гетера может не спать же, а у нее не спать, если им не нравится. Ну, она выбрала святерику, может, она взяла один и дни. Интересный заход. Хорошо. Нет, это не та же самая, это как гейши ребенка. То есть, они были очень почесены. Как женщина для души выня для противек утих плотных, но не плотных, да. А жена для родения ребенка. Ну, проститутки еще есть для утих. И мальчики. Да, она ведь, это же не просто первые руки, а утих новых. Ну, давайте мы не будем сейчас удаляться в эти определения. ей платят. Да? Потому что я не думал, что ты рекол, высказался именно прямо с проституткой. Нет, конечно, именно поэтому она гитера, а не проститутка. В проститутках речь идет отдельно. Хорошо, давайте дальше. Так вот ты какой друг мне, Сократ, воскликнул Критобол. Если у меня самого есть какое-то свойство пригодное для приобретения друзей, ты готов помогать мне. А если нет, то сочинить мою пользу ничего не захочешь? Смотрите, Критобол понимает, что друзья это те, кто приносит пользу друзьям. Но если Сократ будет расхваливать только те качества Критобола, которые тот демонстрирует и сам, какая же это польза? И Сократ отвечает. А чем спросил Сократ я могу по твоему больше пользы принести тебе Критобол? Если буду живо расхваливать тебя или если буду внушать тебе, что ты старался быть хорошим человеком? Если так, то это тебе не ясно. То суди на основании вот каких соображений. Представь себе, что я захотел бы подружить тебя с каким-нибудь владельцем корабля и стал бы живо расхваливать тебя, будто ты хороший рулевой. Помните, что дружба это польза, а соответственно Сократ должен убедить человека, который будет другом Критобола, что Критобул сможет принести ему некую пользу? А он поверил бы мне и отдал бы корабль в распоряжение тебе, не умеющим он править рулем. Есть у тебя такая надежда, что ты не погубишь и себя, и корабль? Или представь себе такой случай из общественной жизни? Я стал бы лгать гражданам и убедил бы их отдать государство в распоряжение тебе, как выдающимся полководцам, судьям и государственным деятелям. Как думаешь, что ты бы наделал и себе, и самому, и государству? Да, значит, помните, пример с кораблем это платоновский пример и с рулевым. И заметьте шутку ксенофонта над платоном. Очень-очень-очень хорошую шутку. Если мы доверим тебе корабль и сделаем тебя рулевым, ты убьешь и себя, и корабль. Если мы доверим тебе государство и поставим тебя во главе его, ты навредишь и себе, и государству. Политик, провалившиеся политики не умирают, в отличие от провалившихся капитанов кораблей. Перепитав себе случай из частной жизни, я стал бы лгать гражданам и убедил бы некоторых отдать имущество и распоряжение тебе, как опытному и заботливому хозяину. Разве не оказалось бы при таком опыте, что ты человек вредный, и разве не попал бы ты в смешное положение? Нет, Критабул, самый короткий, безопасный и честный путь, это стараться быть хорошим в той области, в которой хочешь казаться хорошим. Да, смотрите, в последнем случае, в самом интересном случае частной жизни, Критабул бы даже попал не в проблемы, он просто бы вызвал смех. Смотрите, смерть в случае с наукой, с искусством управления кораблем, проблемы в случае с политическим искусством и, наконец, смех в случае с экономикой. Вот вам простая градация искусств или наук от Сократа. Самая ненаучная наука экономика, затем политика, а затем уже серьезные дисциплины. Еще раз, нет Критабул? Нет Критабул, самый короткий, безопасный и честный путь, это стараться быть хорошим в той области, в которой хочешь казаться хорошим. Да, значит, эта формула постоянно появляется у Ксенофонда и здесь, и, например, в Лакедемонской политике 9.2 мужество легче, приятнее, достижимее, надежнее. Экономика 5.11 приятнее и полезнее. Меморабилие 2.8.6 легче и безопаснее. Мы видим, что каждый раз эта формула несколько разница между собой и по-хорошему надо бы собрать ее целиком, но мы этого уже делать не будем. когда подумаешь о тех качествах, которые у людей называются добродетели, то найдешь то, что все они развиваются путем изучения и упражнения. Так, по моему мнению, критобул нам исследует упражняться добродетели. Если ты думаешь как-нибудь иначе, объясни. Да, и смотрите, Сократ не говорит критобулу правду, он говорит критобулу полуправду, потому что есть естественные добродетели. Иными словами, есть такие добродетели, очевидно, которые не развиваются путем изучения и упражнения, но критобул не обладает ими, и поэтому Сократ не привлекает его внимание к существованию таких добродетелей. Напротив, он говорит, что те добродетели, которые есть у критобула, развиваются путем упражнения. Тут критобул сказал, Нет, Сократ, мне совестно было бы возражать против этого. Мои возражения были бы и безнравственные, и противные истины. Буквально неблагородные и лживые. И тут мы понимаем, смотрите, если два слова употреблено союзом и, значит это разные слова. В смысле, значит это два разных слова. Неблагородное и лживое. Значит у нас есть четыре варианта соотнесения этих слов. Неблагородное и лживое. Благородное и честное. Благородное и лживое. Неблагородное и честное. Критабул не готов говорить нечто неблагородное и лживое. Готов ли говорить Сократ нечто благородное и лживое? Очевидно, да, потому что только что выше он как минимум сказал полуправду, но благородную полуправду. На этом мы останавливаемся с этой главой. Но мы еще не останавливаемся с тем и друзей, потому что еще как минимум следующая глава. Следующая глава о друзьях последняя. Дальше уже будет полегче. Хорошо, есть ли какие-нибудь еще вопросы? Можно вопрос? Вот мы говорили о сговоре отдельных индивидов, а говорил ли Сократ, допустим, о сговоре о некой группе с другой группой? Группе с группой? Да, допустим... Государство с государством. Да. Очень сложно скрыть сговор государства с государством. И, смотрите, по крайней мере, Сократ говорит, что бывают дружбы у государства. Наверное, вполне себе может быть и сговор, да. Хорошо, еще какие-то вопросы? Ну тогда все. Хорошо. Хорошо, bravo. надо сговорать о ваших 3, 2 раза, 3 раза.